Есть разные понятия. Есть понятие алкоголизма, есть понятие привычное пагубное употребление алкоголя, а есть просто эпизодическое употребление алкоголя, которое не является заболеванием. К наркологам чаще всего обращаются люди, которые уже страдают либо алкоголизмом, либо злоупотребляют алкоголем в большей или меньшей степени, у которых мы выявляем и все синдромы, которые есть у алкоголизма, как у заболевания. Многие пациенты не хотят прекращать алкоголизацию и приводят самые разные причины. Во-первых, многие люди выпивают, принимают спиртное, для того, чтобы достичь душевного комфорта. Какие-то стрессовые ситуации, бытовые неурядицы. Человеку комфортно в состоянии опьянения. Бывают какие-то пограничные психические расстройства, когда человек и не обращается к психиатрам, но пытается алкоголем избавиться от своей проблемы. Алкоголизм Алкоголизм – это тяжелое хроническое рецидивирующее заболевание. Имеет свои этапы от начального этапа злоупотребления спиртным до тяжелых терминальных стадий. Говорить об излечимости алкоголизма как заболевания у всех людей, которые злоупотребляют алкоголем, в общей массе населения нельзя. У кого-то можно достичь, у кого-то из больных длительной ремиссии, кто-то не идет на контакт и не желает лечиться. И поэтому мы говорим, что у этих тяжелых, с нашей точки зрения, пациентов алкоголизм не излечен. Но в любом случае есть методы, средства, методики лечения этого заболевания. И при желании всегда можно достичь положительного результата. Это и медикаментозные методы лечения, и психотерапевтическая работа, работа психолога. И что очень важно в лечении любых наркологических заболеваний и алкоголизма, в частности, это работа с семьей. Психотерапевтическая, различные беседы, формирование настроя и самого пациента на трезвый образ жизни, и, что особенно важно, настроя семьи и ближнего окружения пациента на трезвость больного. Кодирование в нашей стране объединяется, можно сказать, несколько видов, способов лечения алкоголизма. Это может быть и гипнотическое воздействие, это введение пролонгов препаратов длительного действия. Под кодированием иногда понимают воздействие с использованием каких-то инструментальных методов. Но в любом случае кодирование – это завершающий этап лечения. Нельзя просто прийти, закодироваться и надеяться на то, что человек больше никогда не будет выпивать. Всегда нужно пройти перед кодировкой, условно мы ее так называем, курс лечения для уменьшения влечения к спиртному, для нормализации деятельности внутренних органов, психической сферы. И, как и любой метод лечения, данный метод закрепления положительного результата подходит далеко не всем пациентам. Есть определенный перечень противопоказаний для подобного вида вмешательства. И, как аксиому, нужно воспринимать то, что нельзя закодировать человека, когда он сам этого не хочет. Когда он не хочет бросить пить, бесполезно абсолютно это делать и даже вредно. Алкогольная дилерия развивается у пациентов уже второй и третьей стадии алкоголизма. У редко злоупотребляющих алкоголем белой горячки алкогольной дилерии не развивается. Это состояние развивается в случае резкой отмены спиртного. То есть резкий обрыв запоя очень часто развивается и способствует развитию белой горячки ослабление организма. Это переохлаждение, сопутствующие заболевания, простудные заболевания, тяжелое общесоматическое состояние, недоедание пациента, физическая усталость. И спустя несколько суток после резкого обрыва алкоголизации развивается психоз. В начальных стадиях при так называемом преддилерии тревога, подозрительность, какие-то обманы восприятия, кажется, что действительно существующие предметы, но они как-то не такие, как были до этого. Это пугает человека. И вот на фоне аффекта страха и бессонницы в течение нескольких дней развивается зрительная галлюцинация. Это классические варианты белой горячки, алкогольного дилерия. Галлюцинации устрашающие. Как правило, человеку видится на самом деле что-то страшное, то, чего он боится. Это могут быть крысы, черти, инопланетяне, недоброжелатели. Кто-то стучится в дверь, пытается завладеть квартирой. И поскольку пациент воспринимает все происходящее, видящееся ему реально, он видит как будто бы настоящего собаку, которая выкусает, недоброжелателя, он совершает защитительные действия. То есть он опасен? Он опасен, он отмахивается, он может разрушить мебель, поранить, и как-то тяжело повредить окружающих. Сам повредится. И состояние это неотложное и нуждается в госпитализации. В нашем обществе нет разграничения между алкогольным похмельем и постинтоксикационным состоянием. Это две абсолютно разные вещи. Алкогольный похмелье, алкогольный абстинентный синдром, это состояние, которое возникает у пьющего, у больного человека, когда он прекращает алкоголизацию не совсем, а вот на некоторое время. Спустя через несколько часов от последнего приема алкоголя появляются вегетативные, сосудистые, неврологические нарушения. Это сопровождается тремором, дрожью во всем теле, беспокойством, непреодолимым желанием принятия спиртной. При этом прием спиртного облегчает состояние. Почему это происходит? Потому что в организме накапливаются продукты распада алкоголя. И вот эти состояния неврологические, они связаны именно с продуктами распада спиртного, причем, которые находятся в организме в огромном количестве. В этом случае многие ферментные системы печени просто направлены на переработку этанола. Их концентрация повышается в десятки раз в сравнении с концентрациями в норме у непьющего человека. А вот постабстинентное состояние – это тогда, когда человек накануне выпил много для него, большую дозу. Это человек не больной. Ему с утра плохо. В этом случае человек тошнит, у него головная боль, потливость, слабость, невозможность активную деятельность совершать. Человек тошнит. Человеку не нужно принимать спирт, но ему нужно принимать витаминные препараты, обильное питье и банально выспаться. Ассорбенты. Также переработке, переваривание алкоголя способствуют такие продукты питания, как картофель вареный, бобовые продукты и любые продукты, содержащие в большом количестве аскорбиновую кислоту. Смородина, клюква, капустный рассол, огуречный рассол. Но это для любителей. Пиво является таким же спиртным напитком, как и другие. Точно так же вызывает зависимость алкогольную. Поэтому распространенное мнение о том, что пиво не является спиртным напитком, пиво пить можно сколько угодно, и это не приведет к формированию заболевания, это глубочайшее заблуждение. Огромное количество пивных алкоголиков, огромное количество осложнений соматических и неврологических после приема, неумеренного приема пива. При пивном алкоголизме, а это заболевание как нозология есть, точно такие же стадии заболевания, точно такие же синдромы развиваются, и измененной реактивности, и психической, и физической зависимости, и соматических и неврологических последствий злоупотребления алкоголя. Но в сравнении с другими продуктами алкогольными, чем еще опасно пиво, оно вызывает изменение гормонального фона. Всем известно, что мужские половые гормоны образуются в нашем организме из женских половых гормонов. И вот вещества, содержащиеся в пиве, они блокируют переход женских половых гормонов в мужские. И поэтому, глядя на мужчину, злоупотребляющего пива, мы видим характерные симптомы. Большой живот, отложение жира по женскому типу. В более поздних случаях изменяется оволосение, меняется голос. Что самое печальное, меняется и характер. Развивается энцефалопатия. Пиво, особенно недорогое пиво, содержит большое количество токсичных добавок, и пеноподдерживающих, и вкусовых добавок, очень токсичных, которые вызывают разрушение внутренних органов, прежде всего, в печени. Эндокринной системы и центральной нервной системы. Раньше казалось, что женщины пьют меньше. Сейчас, мне кажется, в последнее время это почти выравнивается. Да и социологические опросы, и наши все статистические данные говорят, что 40% уже стало женщин, страдающих алкоголизмом, и 60% мужчин. Что такое женский алкоголизм? Это такое же заболевание, как у мужчин, но психическое, физическое, соматическое, ну, все состояние женщины, оно подвержено более серьезным осложнениям. Женщина, ее основная функция – репродуктивная. А влияние алкоголя на репродукцию – это основное. То есть очень много женщин не вынашивают беременность. Очень многие женщины рожают детей очень тяжелых. Сейчас, хотя у нас развиты перинатальные центры, это может быть большой плюс, когда дети выхаживаются. Раньше дети эти не выхаживались. И осложнение у детей, то есть их заболевание, часто зависит от того, от какой мамы они родились. Ну, могу сказать единственное. Идешь мимо перинатального центра, роддома. Часто наши женщины, которые беременные, они стоят с сигаретой, они стоят с бутылочкой пива. Я не говорю с водкой, но бутылочка пива и сигарета – это очень бывает часто. Мы прекрасно знаем, что алкоголь очень сильно влияет на центральную нервную систему. Но центральная нервная система женщины подвержена любым токсическим веществам намного сильнее, чем мужчин. Поэтому быстрее наступает деградация, быстрее наступает остыния, то есть нежелание работать, быстрее наступает самоагрессия, ну и различные депрессии. То есть состояние, когда плохое настроение и вплоть приводящее до суицидов. Девочки начинают очень рано употреблять алкогольные напитки. Алкогольные напитки, малоконцентрированные вроде бы алкоголем, там 9% оборотов алкоголя, или, например, пиво, где 4% алкоголя, процента алкоголя. Но влияя на организм девочки, девушки, а затем и женщины, приводят к пагубным последствиям, то есть изменению репродуктивной функции. Вы знаете, женский алкоголизм очень трудно поставить диагноз, потому что женщина пьет либо с подругами, которых она очень хорошо знает, и выйдет она на улицу уже потом, когда происходит деградация, то есть изменение центральной нервной системы, или пьет в одиночку. Очень часто женщины, пьющие, они именно пьют одни дома. И выявление, конечно, очень трудно. Например, она сидит с ребенком, например, она вообще не работает, ну, домохозяйка. Супотребление алкоголем – это, наверное, потому что многие женщины, во-первых, сейчас и не работают, а во-вторых, им кажется, что жизнь пошла не в ту сторону, какую бы им хотелось. Какие-то семейные драмы. Семейные драмы, семейные неурядицы, или какая-то несостоятельность, то есть инфантильность, она, которая идет с детства. Не выработали у девочки, у женщины в состоянии того, что она должна за себя бороться. Должна быть опора. Ну, пусть это мужчина, а долгое время, не выходя, например, замуж, не имея мужчину, они опираются на плечи своих мам, пап. А папа с мамой не дали девочке того устойчивого состояния, чтобы быть сильной в нашем мире. Наш мир ведь тоже очень коварен. Чтобы решиться на лечение, по-моему, сначала женщина идет к другому врачу. Часто бывает к терапевту, потому что какое-то заболевание на себе может даже придумать. Часто она идет к неврологу, потому что говорит, что у меня стресс, тревога. А не задумываясь о том, что алкоголизм, вот именно это заболевание, является фактором риска стресса или тревоги. И только уже в какой-то стадии, можно сказать, запущенной, она приходит к наркологу. По опыту того, что я много лет проработала в наркологии, женщина лечится намного труднее. Психика женщины совершенно другая. Женщина долго себя, вот именно долго себя считает женщиной, не заболевшей алкоголизмом, а женщиной и болячки у нее, все, которые возникают, это от стресса. Это опять мы вернемся к тому, что она не понимает, что она больна алкоголизмом. Она это не воспринимает в своем сознании. Мужчина быстрее задумается на том, что вот именно алкоголь привел к этим заболеваниям. Женщина может придумать любую ситуацию. Но так устроен, наверное, мир. И она видит свои состояния стресса, свои заболевания, свои тревоги, только чаще всего от семейных драм, от того, что они урядятся на работе и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова